Два уголовных дела по одной статье. Правоохранители Бобруйска задержали супружескую пару за сбыт наркотиков. Не целуйтесь с верблюдами, не покупайте шубы летом. Не планировать заведение детей, когда вы отправляетесь в Бразилию на карнавал. Бобруйские эпидемиологи напоминают о мерах предосторожности на отдыхе за границей. Лучшие влечения и профилактики. Диплом первой степени за успехи в работе по формированию здорового образа жизни среди населения. Третья поликлиника реализует очередной крупный проект. Бобруйска – это здоровые люди. Куда пойти учиться, что посмотреть и где потанцевать. Новости Бобруйска в несколько строк собрала Диана Унфольд. Сразу два уголовных дела возбудили правоохранители Бобруйска. За сбыт наркотиков в поселке Титовка задержаны супруги цыгане. В ходе обыска по месту жительства у лица цыганской диаспоры было обнаружено вещество в виде порошка белого цвета в нескольких свертках. По результатам экспертизы данное вещество является метадоном свыше 13 грамм, что считается крупным размером. Для сравнения, 13 грамм метадона – это в среднем получается более 50 доз. Оба супруга безработные. За незаконный оборот наркотиков мужу грозит до 15 лет лишения свободы. Это не первая его судимость. Жена может отправиться за решетку на такой же срок. Несмотря на то, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. В Беларуси началась вступительная кампания в профилицеи и технические колледжи, сообщает Белта. В стране 146 учреждений профтехобразования готовят специалистов по 251 профессии. В этом году планируется зачислить на различные формы обучения порядка 30 тысяч человек. А с учетом потребности рынка труда прекратится прием по 216 невостребованным профессиям. Но в перечне появится пять новых, среди которых оператор цифровой печати, кузовщик и изготовитель творога. В Минобразовании отмечают, что условия приема не изменились, а в помощь абитуриентам и родственникам до 18 августа работает ведомственная горячая телефонная линия. Бобруйск к юбилею готов. Город на Березине определился с планом праздничных мероприятий. Откроют юбилейную череду гостей из Азербайджана моноспектаклем «Контрабас». В художественный музей вернется Абрам Рабкин с выставкой «Старый Бобруйск». Парадуют бобручаны гостей города, марш-парад оркестров, духовой музыки, фестивали уличных театров, показательные выступления МЧС, МВД и аэроклуба. Молодежь получит собственный парк. В завершенном варианте в городе будут работать 17 тематических площадок. А военно-полевой клуб «Память» организует киноплощадку, настоящий военный госпиталь и полевую кухню. Коммунальники обещают цветочный базар. Религиозные конфессии презентуют свой уголок. Хватит места и для истории предыдущих культурных столиц Беларуси. Парк культуры и отдыха приглашает талантливых бобручан на конкурс «Танцуй пока молодой». Принять участие в танцевальном состязании могут все от 16 до 18 лет. Турнир состоится 17 июня, начало в 12.00. Жюри будет оценивать технику исполнения, актерское, исполнительское мастерство, зрелищность, оригинальность и общие художественные впечатления по десятибальной системе. Победителей ждут ценные подарки. Заявки на участие принимаются по адресу улица Интернациональная, 45А. Бобруйск – это здоровые люди. Новые формы работы внедряет коллектив в Бобруйской поликлинике номер 3. Сотрудники учреждения консультируют бобручан по острым вопросам и незамедлительно обследуют. О том, как это работает, Ангелина Дикон. Пенсионерка Анна Капустина пришла в поликлинику за талончиком к эндокринологу. По пути к регистратуре померила давление 140 на 90. Можно в космос, но рекомендации по здоровому питанию не помешают. Измерила объем талии и немножечко я полнее, чем надо по возрасту. Что посоветовали? Предложила мне графику ту есть и предложила мне заняться. Здесь у них группы есть, группы здоровья. И она мне предложила эту группу. Я согласна. Вот расписание возьму и постараюсь посещать. В этом году поликлиника реализует масштабный проект. Десятки медработников консультируют бобручан в удобное время без очередей и номерков. Население еженедельно имеет возможность в утренние часы по четвергам прийти сюда в поликлинику и обратиться на любую из контактных площадок, работа которой сформирована по направлениям этого проекта. Информация – это первый шаг. Второй шаг – это мотивация. И третий шаг – это ответственный подход и реализация того, к чему тебя, собственно говоря, подвигнули. Поэтому работа по направлениям позволяет работать адресно. Правильное питание, физическая активность и здоровые мысли – это основные направления профилактики всех заболеваний, утверждают медработники. На них ориентирована работа контактных площадок. Как отказаться от жирной пищи, выбросить сигарету и расстаться с зеленым змеем. О главном, говорят, открыто и без прикрас. Психолог Екатерина Алексеева объясняет все на пальцах. Нормальный человек не сможет целенаправленно себя ткнуть ножом в глаз. Почему? Потому что это плохо, потому что это вредно. То же самое и с курением. Пусть это не так радикально, но все равно это наносит вред и разрушает человека. И пока человек это не уяснит, то отказаться от табакокурения, либо чрезмерного употребления алкоголя ему будет крайне сложно. В каком возрасте лучше рожать, от чего зависит здоровье ребенка и что должны помнить потенциальные родители. Помощник врача-терапевта Филипп Дятел отвечает за сектор «Дети», консультирует по вопросам демографической безопасности и дает дельные советы. Дети, которые зачаты в состоянии алкогольного опьянения, у них уже они рождаются неполноценно именно в умственном плане. И поэтому мы хотим вот это донести, что нужно относиться к этому с пониманием и планировать свое здоровье. Диагноз, конечно, во время консультации врачи не ставят. На основании жалоб пациента выписывают направление к специалисту и на обследование. Результаты можно узнать уже в следующий четверг. Все там же, на площадке в фойе поликлиники. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бавруйске. 218 к 115. Вдвое больше семейных скандалов учинили бавручане в этом году. Домашняя тирания, женские капризы и, конечно, алкоголь – основные составляющие дебошей. Их количество в ячейках общества в последние годы неуклонно растет. В основном, конечно, семейные скандалисты – это у нас мужчины. Женщины тоже имеются. Их где-то от всего количества. Ну, процентов 5-3 вот так вот где-то примерно. Возраст от 30 до 40. Безработные и вечно пьяные. Таков сегодня среднестатистический портрет семейного дебошира. Есть и в пожилом возрасте уже. Даже пенсионеры состоят у нас на учете, которые продолжают устраивать семейные скандалы. Ну и небольшая часть молодых семей. На место происшествия милиция выезжает по первому звонку. Только в этом году правоохранители 78 раз прибегли к крайним мерам и выдали предписание на выселение домашних тиранов. В 2016-м изоляцию от жертв получили только 5 человек. При выбытии на семейный скандал в любом случае мы стараемся принимать меры по изоляции данного гражданина до рассмотрения его в суде, чтобы после нашего ухода не могло быть совершено более какое-то тяжкое преступление. Самое безобидное наказание для бузатеров – штраф до 115 рублей, арест и, конечно, постановка на учет. Изменить негативную статистику сотрудники милиции намерены не беседами, а жесткими и, как показывает практика, действенными мерами. Будут наказывать рублем. Влажный климат, яркое солнце и высокая температура воздуха. Прежде чем покупать путевку, медики рекомендуют пройти обследование и выбирать страну для отдыха, исходя из состояния организма. Не лишним будет и комплекс прививок от кори, дифтерита и столбняка. Есть страны, где распространены такие инфекции, как желтая лихорадка, против которой проводятся вакцинации. В эту страну вас не пустят, если вы не имеете сертификата. Прививки проводятся в Минской поликлинике номер 19. В мире есть, например, вспышки менингококковых инфекций. Это менингит на целый пояс. Там идет вакцинация против менингококка группы А, которая у нас не регистрируется. Но отправляясь в эту страну, вы должны позаботиться о том, чтобы защитить себя. Лихорадка Зика гуляет по всей планете. Вакцины человечество пока не изобрело, поэтому единственный способ избежать заражения – репелленты, одежда, закрывающие тело и москитные сетки. Она передается уже половым путем и может быть так же опасно, как ВИЧ-инфекция. Она может передаться с кровью, которую переливают человеку, если ему нужно спасти жизнь. Поэтому здесь надо быть очень внимательными к своему здоровью и не планировать заведение детей, когда вы отправляетесь в Бразилию на карнавал. Кроме приятных воспоминаний, фотографии и сувениров из путешествий сегодня можно привезти в себе холеру, чуму и даже лихорадку Денге. Ею заразился житель Могилевской области на отдыхе в Таиланде. Кроме прививок, медики рекомендуют приобретать страховой полис, не целоваться с экзотическими животными и не покупать с рук шубы, в которых могут остаться вредные организмы убитого животного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова